Теперь передаем слово Марии Стойке, которая живет в Вашингтоне, которая стала православной христианкой и была знакома с Георгием Калчу и работает в штатах Колумбия, в городе Вашингтоне и говорит о светильниках последних времен. Большое спасибо за предоставленную возможность. Я хотел бы сказать, благословить Грузию, выразить благодарность и также Ваше Высокое Просвященство, митрополит Данил, митрополит Николай. И для меня большая честь и удивление, что мне предоставлена такая возможность говорить об одних посланниках избранных сынов Сохи. И для меня очень тяжелая роль. Я хотел бы передать привет из округа Колумбия. Наверное, те послания, которые мы послали, вы пока еще не ознакомлены. Я прошу помолиться за них и также присылает вам свое послание сербская церковь святого Николая Павлова и также Иоанна Златоуста, так как у нас есть большая связь, и мы говорим о этих святых. Благодаря Вашему благословению и Ваше участие в этой конференции, я жду Вашего благословения, потому что я считаю себя недостойной говорить о избранниках Божьих. Я являюсь одним из инструментов, через посредство которых мы можем говорить о светильниках наших времен. И, конечно, моя земная жизнь, она полна ошибок и искушений, поэтому я благодарю за эту честь, которую предоставлено мне. Прошу Вашего благословения. И еще я хотел бы вначале сказать, ради чем я буду говорить о своем сообщении, я хотел бы признать, что та миссия, о которой я ранее не слышала, прежде чем я встретилась с его высокопроисвященством, митрополитом Николаем, который говорил о избранниках Божьих. Я хотел бы сказать, что Вы делаете очень многое, и Вы говорите о избранных сынах и дочерях Божьих, и говорите о свете, который исходит от святых и от мучеников. Я хочу сказать, что отец Герасим дал ответ на мой вопрос. Легко говорить, что кто-то другой должен это делать, что это не наша обязанность. У нас много мирских обязанностей, семья, дети, как бы возложить эту задачу на других. И когда мы предстанем в ином мире перед святыми, что мы им скажем, и еще одна просьба у меня, у меня будет презентация, и сказать, что матушка Фредерика, она совершила огромный объем работы, а моя участь будет очень маленькой. Я также объясню некоторые детали о взаимоотношении с отцом Георгио. И прошу во время выступления оператора направить камеру не на меня, а я, это мое личное мнение, мы должны помнить о тех традициях, которые служат конечной цели. И поэтому, когда мы говорим об иконах, я не знаю, вы заметили или нет, но с самого начала этой конференции мы видим, что тут находятся иконы, и иконы, они смотрят прямо на нас. И если обратили бы внимание, можно даже некое подобие улыбки увидеть и удовлетворение на их лицах, те, которым мы уважаем. Поэтому лучше камеру направить на лики светильников последних времен, о которых мы говорим на этой конференции, а не направлять камеру на меня. Вот такая будет просьба. Я хочу показать вам короткий клип, который длится две минуты, и чтобы почувствовать больше этот исторический контекст, о котором мы говорим, и увидеть человека, который хотел быть похожим, на настоящего Божьего Сына и говорил о духовной жизни, о поле брани. И мы увидим камеру и тюрьму, которую отец Георгий провел многие годы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я обращаюсь ко многим монастырям и обращаюсь к отцам, братьям и сестрам Ваше Высокопроисвященство, митрополиты. Я обращаюсь к другим людям. Когда мы касаемся очень важных вопросов, я хочу говорить о том сообщении, которое я пытаюсь донести для Вас, показать фотографии. Это является отец Нектари. Он сожалеет, что не смог приехать и участвовать в нашей конференции. И независимо от того, где мы находимся, любовь к Богу, любовь к Христу, она нас объединяет. И Он посылает Вам Своё благословение. Я говорю о настоятеле церкви святого Николая. Еще одну фотографию прошу вывести на экран. Мы говорим о епископе Василии Протезенко во время всего пребывания, когда он получил политическое убежище. Георгий Калчук является одним из светильников последних времен. Это отец Виктор. И мы видим незримую связь между этими людьми, которые являются. И как бы продолжение политическое убежище, которое получил Георгий Калчук в Америке. А сейчас я хотел бы перейти прямо к общению. Как сказал в начале Его Высокопроисвященства Герасим, я название моего сообщения «Маяк Христов миру». И со времен первородного греха «Человец подвергается воздействию злых духовных сил». И Святой Франциск Хассийский говорит, что вся тьма в мире не может потушить свет одной единственной свечи. И наши проблемы и наши тяготы в этом мире – это не просто тревоги из материальных неудобств. это также в первую очередь духовные сражения, духовный бой, духовная война. И огонь веры, надежды и света, отражение Христа, проявившееся в земной жизни, показывает земной жизни одного из величайших современных исповедников нашего времени. Я кратко расскажу, как я уже сказал, и внимание должно быть обращено на святых. Единственное, что я упоминаю здесь биографию, так чтобы вы бы знали о моих контактах, и я встретила отца Георгия. Я была очень занята, занималась своей работой, но, к сожалению, было мало времени для духовного изучения жизни. Я хотел бы подчеркнуть важность, не только важность миссии, его Высокопреосвященство, пропалить Николай, и… Прежде чем начать презентацию, и буду говорить о отце Георгии Калчо, я несколько минут проведу с вами, чтобы признать, что… сказать о тех святых, которые являли очень большую роль в жизни Георгия Калчо, которые здесь не представлены. И хочу подчеркнуть ту высокую миссию, миссию, которую взяли на себя их Высокопреосвященство митрополит Даниил и митрополит Николай. Конечно, у нас не будет времени, чтобы говорить о всех архиепископах Родзянко, о котором я кратко говорила, когда я вам показала фотографию Мерли, Валерия Кипенко, Марио Брага, отец Сени Буко и многие-многие. Мы должны признавать их героизм, их борьбу. Говорим о монахнях, которые основали храм преобразования после того, как ее отец был зверски убит, и она нашла политическую убийство в США. Говорим также о супруге Георгия Калчо, которая не покинула его, была до конца верна ему. Мать Мина, которая была также брошена в тюрьму, проявляем и уважаем ее сосарию. Она нашла уберище также в США. К сожалению, тоже ее муж умер в тюрьме. И с левой стороны вы можете видеть жену отца Георгия, а внизу фотографии слева, и также мать Георгия Калчо. И, как сказала господа Федерика, очень сильное влияние на каждом этапе его жизни, влияние православной церкви, православного учения. Я хочу сказать, те семена, которые посеял отец Георгий в семинарии, представленные отцом Танасием, который служит в деревне, построил дом и создал убежище для одиноких женщин, преследуемых женщин и для детей, и общее количество которых он принял 400 человек, обездоленных, угнетенных женщин вместе с детьми. И мы можем наблюдать за теми шагами и этапами жизни гиганта и светильника последних времен Георгия Калчо. Я благодарю за эту возможность говорить о жизни Георгия Калчо. Говорим о жизненном пути. Реа Федерика уже рассказала о Георгии Калчо. Я заполню некоторые лаконы и несколько дополню тот рассказ о Георгии Калчо, который мы услышали вчера. Очень важно понять исторический контекст, и очень легко в таком случае будет получить неверное представление о бунтующем человеке, который боролся против разрушения церкви и против атеизма. Мы слышали от известного человека, который также нашел убежище в США. Линия, разделяющая добро и зло, проходит не через государства, не между классами, не между политическими партиями, а прямо через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. И эта битва окружена сверхъестественной битвой. И у отца Георгия было очень ясное понимание, ясное понимание этой борьбы, что наши естественные битвы окружены сверхъестественные битвы. И мы знаем это слов известных писателей. И кратко рассмотрим жизненный путь отца Георгия, и потом я расскажу об обыте общения. И 17 лет прошло с тех пор, как скончался отец Георгий. И 44 года после его знаменитых семи проповедей. И те цельности, которым обладал отец Георгий и его вера. Его вера была неистащима, она была нерушима, его смелость. И хочу сказать, что его жизнь, его любовь, она была жертвенна. И то, как я хотел бы описать отца Георгия, не обращая много внимания на периоды, в которых он подвергался гонению, а то, после 21 года пыток, в кого он превратился, какого преобразования с ним случилось внутри, в его душевном мире, что вынес отец Георгий. И посмотрим на исторический контекст более глубоко. Мы смотрим на Румынию после Второй мировой войны. И был такой эксперимент, цель которой было создать целое поколение с 18 до 26 лет, когда он учился на втором курсе медицинского института. и то, что он называл годами коммунистического террора. Чао-Ческо прагал во время коммунистического террора, с 49 по 51 год. Для примера я могу сказать, когда 26 тысяч человек из разных социальных слоев были вытащены из своих домов и их, однако, ровно застрелены на темных улицах Румынии. Вы можете представить страх, который охватило все общество. Как господа Федерика помянула отец Георгий, он был одиннадцатым сыном в семье состоящих из 11 детей, и он был любимчиком своей мамы. Он два раза сидел в тюрьме и в общей сложности провел 21 год. И он сидел в подвальном помещении, что мы видели во время клипа. Это Петеште, Жилаво и Айут – самые худшие румынские лагеря. Также мы видим захоронения, массовые захоронения. К сожалению, эта церковь, простите, эта тюрьма до сих пор функционирует. И отец Георгий получил политическое убежище в 1984 году, в то время вице-президента Буш, вице-президент во время правления Рейгана. Лично попросил, чтобы Георгий Калчев был освобожден. И, как я уже сказал, отец Серафим перевел его семь проповедей, проповеди Георгию Калчеву, и они были озвучены на радиостанции «Войсов Америка», «Голос Америки». И имя Георгия Калчева прозвучало в стенах Конгресса США. И речь шла о том, чтобы освободить мученика христианской православной веры. Мы также тут рассматриваем тот момент, что да, вот ему предоставили политическое убежище, и жизнь, наверное, его наладилась. Отнюдь Георгий уже шел в шестидесяток, он работал в строительной площадке и жил в Вашингтоне, в очень затрудненных условиях. Можно сказать, что и не было безопасно. Я помню, в 2006 году, в 21 ноября он скачался в осеннице «Ферртекс», и тысячи людей посещали этот экологический центр, и я, честно говоря, была расстроена очень сильно. Я находилась рядом с ним, и я хотел отправить всех этих людей назад, потому что они создавали суматоху. Я сказал, что это онкологический центр, и нельзя так обращаться к больным, когда тысячи людей посещали. Где были все эти тысячи людей, когда он один был в этой маленькой церкви, мыл полы, был один, и всю свою маленькую зарплату он давал семье, глава которой потерял работу. И даже когда он был терминально болен, он думал о людях, о той миссии, которую он выполнял. И Георгий посмотрел на меня, он был очень болен, он сказал о Марии. Самое главное послание церкви, даже те, которые приходят в последний час, пусть они приходят один за одним. Просто попроси их, чтобы они вели весь по полу, чтобы не было лишних суматохи. И я видел, как лицо его освещалось проходом каждого человека, которые посещали его. И он благословил всех до последнего человека, и только после этого испустил дух. И многие видели, как лицо святое Георгия светилось, оно на самом деле светилось, и тому были многие свидетели, которые видели это. И я хочу сказать, что птиц Георгий, он был пистовым, верующим, и Господь дал ему, даровал такой дарок. Он скончался 21 ноября. Это поставленный календарю День Святого Михаила Архангела. И по его завещанию он хотел, чтобы его похоронили в Румынии, на его Родине. И хочу сказать, что политическое убежище, он оказался выкинутым из своей Родины. Он служил Родине, и он знал, когда он проповедовал с тем, говорил о семи своих проповедях, он знал, что его будут преследовать. И он понимал, что это каждый влияние не только на него, но на его жену. И его супруга сказала, его жена сказала мне, что я сказала Георгию, что я очень напуган, но он сказал, что Бог меня призывает к этому. И в течение всей жизни я хочу сказать, что у Святого Георгия были удивительные события. В восьмилетнем возрасте он почувствовал как бы уколы в ногах. Он сказал это своей матери и не понял, почему у него было такое ощущение, как будто кто-то колет в его ступне. И хочу сказать, что второе явление было, когда был в тюрьме, когда пришли охранники, и он сказал, Иисус Христос вас воскрес. и он был готов к тому, что стражники начнут его проследовать и избивать. Но сказать, что охранники как-то странно на него посмотрели, и ничем не проявили себя жестокой стороны, и после этого ни разу его не пытали. Мы говорили о судебных преследованиях, говорили о допросах, как мы знаем, после того, как его посадили в тюрьму, у него не было возможности продолжать изучение медицины. Он начал изучать французский и преподавать французский. И видите на одной из фотографий презентации, и сказать, что он как магнит привлекал людей, особенно молодых людей. и он любил людей, но он считал, что его задача была придать веру, вдохнуть веру в потерянное поколение. И то, что он выдержал, он выдержал благодаря своей вере. И монастырь Родавери, который находится в Бухаресте, там, где он преподавал французский. И он прочел семь проповедей, и он говорил, что я надеюсь, что... даже если мы не прочтем всю книгу о Георгии Каучу, как важно прочесть его семь проповедей, которые так много говорят об этом человеке. Еще интересный факт, касательно семь проповедей. Когда я его спросил, где он нашел вдохновение для того, чтобы прочесть эти семь проповедей, он сказал, что он не знает, каким образом слова приходили к нему, как он пришел к этому прониканию. И даже те, то молодое поколение, которые отрицали Христа, он вносил изменения своей жизнью, своими проповедями, вносил изменения в их души. Если можно суммировать несколькими словами, хочу сказать, что его семь проповедей были направлены против материализма, атеизма и разрушения церкви. И, конечно же, речь шла о компромиссах. Как только мы вступаем на пути компромиссов, это похоже на трещину. Знаете, появляется сперва какая-то точка, какая-то маленькая трещинка, мы не обращаем внимания, говорим, что ничего такого, но это является началом большого разрушения. Я говорил, что время наступило, молодой человек, чтобы вы услышали бы голос. То вот как начинал отец Георги и его семь проповедей. «Коммунистическая Румыния» в 1978 году. Он читал эти проповеди, его запретили читать в аудиториях, а он читал это во дворе учебного заведения. И когда студенты, когда были закрыты двери, то студенты перелезали через стены для того, чтобы послушать отца Георгия. Его смелость была безгранична. И когда его привезли в аэропорт, чтобы выдворить его из страны, сценировали, как будто его должны сейчас убить. И он не знал, что будет происходить. Он был готов отдать свою жизнь ради жизни молодых людей, ради любви к церкви, любви к молодому поколению. Мы также говорим о втором тюремном сроке. Я не буду останавливаться на этом периоде, но вы можете видеть некоторые из картины с президентом Рейганом в мобальном офисе Белого дома. Мы видим некоторые интервью, которые вы можете найти в его книге. И он показывает истинную любовь к Иисусу Христу. И также рассказывает о том, как я встретилась с отцом Георгием. Я, знаете, работала подряд пять дней, день и ночь. Я была измучена, смертельного устала. И я возвращалась по дороге, по которой его маленькая церковь, в которой он служил. И я хочу сказать, что, конечно же, он работал и он служил в этой церкви. Я хочу сказать о себе, что это был поздний вечер. Отец Георгий, он переходил улицу. И я в течение многих лет проезжал по этой улице, но никогда не замечал этой церкви, которая была окружена большими, высокими домами, зданиями и торговыми центрами. И я почти заснула за рулем. Отец Георгий, он переходил улицу. Он был одет в темной одежде. И когда я посмотрела на него, я подумала, что я, возможно, затормозила, наткнулась, я сбила нищего, который ходит в лохмотьях. Я вышла из больницы, извините, из машины, помочь ему спросить, как он себя чувствует, надо ли я отвезти его в больницу. И он сказал, что он чувствует себя нормально. И сказал, что это очень много, холодно, я могу отвезти вас в какую-либо ночлежку, потому что я думала, что он нищий. Знаете, в первой встрече с православным священником он посмотрел на меня, улыбнулся. И у него был такой черный мешочек с собой. И он, я сказал, ну, хотя бы, давайте я отвезу вас домой. Он сел в машину. Я еще раз спросил, не хотите ли вы в больницу, если, может быть, что-то вы повредили. И он сказал, поверните, пожалуйста, на 90 градусов. И он попросил меня остановиться напротив церкви. И я вот впервые увидел эту маленькую кульцерпушку. Я подумала, ну, часто нищие, они, и попрошайки, они ночуют около церквей. Но, опять-таки, я сказал, что очень холодно на улице. Давайте я вас отвезу на ночлежку. Он засунул руку в карман, вытащил ключи. И каждый раз, когда я достигаю этого момента, я становлюсь очень эмоциональной и могу совладать с собой. Он вынул ключи из своей кармана, открыл церковь, посмотрел на меня своей широкой улыбкой и сказал, «Проглашаю вас в свой дом». Это впервые я увидела гантильские иконы. И я посмотрела на него, я сказала, что я не знаю, кто вы. Я никогда с вами раньше не встречалась. Он посмотрел на меня и сказал, что я вас ждал. И после этого, встреча за встречей, те, которые я помню, они были очень трогательны. И был такой поворотный момент в моей жизни. Я не была православной, никогда не просил меня перейти в веру. В моей жизни наступил такой поворотный момент. Я достаточно хорошо зарабатывала. И я должна была пойти на встречу, которая была очень важна. Знаете, во время обеденного перерыва я снова встретилась с ним. И мы могли говорить с ним на любую тему – философию, медицину, другие темы. Он, знаете, он был полон энергии и обладал большими знаниями во многих областях. Я, отец Георгий, эта церковь очень мала. Посмотрите вокруг. Церкви должны быть более солидными, большими по размеру. Знаете, вы не можете принять много людей. Я могу вам осуществить пожертвования. И могу дать первоначальную сумму, чтобы купить землю, здесь участок. Я могу вам помочь в этом смысле. Он очень нежно на меня посмотрел, сказал, это мое гражданское имя Рузана, сказал. Обратился ко мне Рузана. Знаете, церковь, где вы молитесь, она обладает такой большой силой, когда у вас проблемы, когда вы слабы, и вы находитесь в мире, в котором полно шума, и иногда нет возможности сконцентрироваться и молиться. И мы все связаны, видимым, невидимым мире. Если кто-то не молится напрямую о вас, энергию, которую они источают, помогают, я хочу сказать, что Церковь Христова, она поможет, если вы хотите построить Церковь из камня, знаете что, построите Церковь Христову в вашем сердце сперва, потому что никто не сможет взять эту Церковь, даже если они посадят вас в одиночную камеру. Я слушал и пыталась осознать эти слова. Знаете, я выдал ему чек с солидной суммой, хочу сказать, но он вернул этот чек мне, и я сказала, знаете, я никаких условий не ставлю, это мое пожертвование, я не считал, что я совершаю что-то. Знаете, хочу сказать, что я хорошо зарабатывала, и были послабления по оплате налогов. Тем не менее, он вернул мне этот чек, и посмотрел на меня, сказал, Розанна, знаете что, ваше сердце не думает правильно, не чувствует то, что оно должно чувствовать, оно находится в неправильном мысли, и он вернул мне этот чек, банковский чек. И для меня это был поворотным моментом. Он был больше заинтересован в моей душе, нежели в деньгах, в большой церкви. И через много, много лет, после этого, я думал, как вот такой человек небольшого роста является таким гигантом веры, такой маленькой церквушки, может быть, самой маленькой церквушки во всем Вашингтоне. я думал, как можно, как вот вера и свет Господень поселился в сердце этого человека, начиная с подросткового возраста. Он был очень скромен, и он был... хочу сказать еще одну характеристику. Он вел себя смиренно и никогда не жаловался, никогда не жаловался о своих врагах, о тюремном заключении. Наоборот, все его страдания были подарком Божьим. и во время заключения он так страдал, что даже думал о смерти и молил Бога о смерти. Он мог бы стать замечательным врачом, он мог бы... он стал врачом, который лечит душевные раны, врачом... который лечит людей душевно. Так много историй и так много удивительных историй, которые мне поведали люди после общения с отцом Георгием Кауча. И он молился, о людях и о всех просилах, с кем встречалась. Расскажите те истории, которые вас связывают с Георгием Каучу. и люди говорили, что нам делать, когда мы хотим поговорить о нем. А я хочу сказать, что в зависимости от того, какое время дня и ночи люди обращались к нему, он всегда был готов встретить людей. И что я как-то видела, что он не проповедовал веру, он жил в вере. Он жил в вере. И являл собой примером веры и службы. Я тут хотелось бы остановиться. И когда мы были в больнице, показать несколько фотографий, я говорила вам о тюрьме. Вот фотография. и многие похоронены в массовых захоронениях. Мы видим красивую икону. Изображены все те невероятные вещи, которые отправились в тюрьмах при Гулаге. И мы говорим о вере, о силе этой веры, когда мы говорим о Георгии Калычу. И он является святым. Я много раз говорила, что доносила эту мысль, что Георгий Калычу является истинным православным служителем Церкви Христовой. И читаем, что если бы Георгия Калычу назвали бы святым, он бы, конечно, огорчился бы. Мне кажется, другие получат благодать от того, что он будет причислен к рику святых. И я молюсь о том, чтобы он бы вошел бы в жизнь многих людей, чтобы он вошел бы в жизнь каждого из нас, чтобы его работа продолжалась, его любовь молодым людям и ко всем прихожанам, ко всем людям вечности. И спасибо, спасибо вам за ваше внимание и за ваше благословение. одно событие, которое я хотел бы поделиться с вами. Это последнее служение во время Пасхи, которое служил тец Георгий, прежде прежде, святого заболел. Это Пасха. И Георгий, он уже болел, у него последняя стадия онкологического заболевания. Восемь часов, в течение восьми часов он отслужил службу, отмечая этот святой день, день Пасхи. Мы, конечно, предлагаем ему уколы обезболивающие Марфи, но он говорил, нет, мой разум должен быть ясным и чистым для того, чтобы провести службу. И в конце службы удивительно, у него было больше энергии, чем у меня, и это трудно объяснить. Знаете, шесть докторов работали с ним, и ни один из них не мог объяснить, откуда он брал эту силу, чтобы отслужить эту службу. И во время его последней поездки в Румынию, попросили благословить огромный институт медицины, и сказал, что отец Георгиев очень болен, он не сможет это сделать. А отец сказал, нет, все в порядке. И он благословил все палаты и все комнаты. И после того, как он благословил институт здоровьем, и у него было больше энергии к концу, чем я. Вот гигант веры, который последним служил, богу служил всем, никогда не жаловался, всегда полон энергии, радости, всегда улыбаясь, и принимая всех, кто посещал его дом, его церковь. Вот он, наш отец Георгий. Я надеюсь, вы лучше узнаете его, а он лучше узнает. И я надеюсь, вы